Добрый день коллеги! Мы рады приветствовать вас на вебинаре компании Axelot. Тема нынешнего вебинара Управление складом керамической плитки Цвет партия калибр Напоминаем, что в конце вебинара вы можете задать интересующие вас вопросы написав их в соответствующем специальном окне панели управления. Также материалы данного вебинара вы можете найти на нашей страничке в YouTube и на сайтах Axelot.ru и Axelot.logistics.ru Сейчас проверим звук. Если вам меня слышно, пожалуйста, нажмите на значок поднятой руки на панели управления. Как мы видим, почти у всех собравшись со звуком все в порядке. Если у вас есть все-таки какие-то проблемы, попробуйте решить проблему в настройках своего компьютера или отключиться и опять подключиться к вебинару. Мы начинаем. Ведущими вебинара будем мы, Сергей Кондрашов и Жамиля Тилова. Итак, начнем. Для начала хотел бы представиться. Компания Axelot занимается автоматизацией и оптимизацией складской и транспортной логистики, в первую очередь. Но также мы занимаемся и разработкой, и внедрением решений по материально-техническому обеспечению, оптимизацией и нормализацией нормативно-справочной информации, автоматизацией торговой деятельности предприятий, документооборот и ряд решений и проектов в области RFID, например, решения и нитеризации управления имуществом. Также мы занимаемся логистическим и IT-консалтингом. Поддерживаем, можем удаленно, можем с присутствием IT-решения, внедренные как нами, так и, соответственно, другими поставщиками. Так как большинство наших клиентов, это все-таки компании, достаточно крупные и предъявляют высокие требования к быстродействию систем, то также мы занимаемся проектированием и оптимизацией высоконагруженных систем. Так, например, один из наших крупнейших проектов – компания Иркутск Энерго. Несколько тысяч пользователей единовременно работают в одной информационной базе. Среди наших клиентов более 250 клиентов, опять-таки, внедривших в систему управления складом. Собственно, большинство новых заказчиков к нам приходит по рекомендации. Причем работаем мы и со складами ответственного хранения, и со складами производственных, торговых и так далее. Мы являемся партнерами таких компаний, как, естественно, 1С. В рамках внедрения систем управления складом мы используем оборудование компаний Motorola и Zebra. Это Motorola – это терминалы сбора данных, сканеры штрих-кодов, Wi-Fi-сети, ну и Zebra – это, соответственно, принтеры печати этикеток и расходные материалы. Можем работать на платформе Microsoft, на системе СБД, а также работаем с платформой Oracle. В плане поставки серверного оборудования работаем с компанией IBM, ну и в плане документа оборота работаем с компанией IBM. Решение, которое мы сегодня будем показывать и рассказывать, 1С.ВМС в прошлом году удостоилась двух премий проект года. Это два проекта «Букет Чуваши» и компания «Аквалайф», известная как «Напитки из черноголовки». Также PC Magazine признал решение 1С.ВМС одним из лучших решений, разработанных в 2012-2013 годах. На текущий момент в библиотеке Axelot три книги. Это Эдвард Фразелли «Мировые стандарты складской логистики», который говорит, как построить склад в соответствии с теми международными стандартами, которые широко применяются в мире. Склад как конкурентное преимущество Еруна Питера Вандерберга, который отвечает на вопрос, как из существующего склада сделать склад, чтобы он стал наконец-таки лучшим. То есть там есть методики оценки текущего состояния и, соответственно, пути к достижению поставленных целей. И в этом году, буквально недавно, в сентябре, вышла книга RFID «Одна технология тысячи решений», в которой описывается порядок тысячи решений, которые могут быть полезны как в крупном, так и в среднем и малом бизнесе. Итак, о системе 1С.ВМС. Собственно, склад присутствует в любом месте цепочки поставок. То есть это и у дистрибьюторов, и на производстве, и у продавцов, и у логистических операторов, и у клиентов в том числе. Именно поэтому большинство компаний ставят целью при автоматизации склада повышение эффективности работы складского комплекса. Собственно, повышать эффективность мы стараемся, решая следующие задачи. Во-первых, мы увеличиваем скорость работы склада, улучшаем точность, качество, причем как при приемке, так и при отгрузке. Так как система параметрически настраиваем, то мы имеем возможность улучшить гибкость ее работы. То есть система позволяет автоматизировать все процессы, и в зависимости от пожеланий заказчика мы можем их достаточно гибко и по мере необходимости менять. Так как система автоматизирует основные бизнес-процессы, то мы, безусловно, снижаем затраты на складскую логистику. Меньше времени, быстрее склад работает, соответственно, затраты снижаются. Так как в системе есть точная, стопроцентная информация о том, что где лежит, кто что делает, то зависимость от человеческого фактора сама с собой снимается. Система управления складом должна поддерживать следующие уровни управления. Это уровень долгосрочного управления, уровень среднесрочного управления, краткосрочного управления и управления в режиме реального времени. Собственно, долгосрочный уровень управления или планирования в данном случае мы имеем в виду, что минимум месяц. На данном уровне мы организуем пространство склада, то есть формируем топологию склада, бизнес-процессы, вводим определенные показатели KPI, заводим график работы склада и график работы сотрудников и интегрируем систему с партнерами-системами по цепи поставок. Соответственно, чуть подробнее о каждом из этих пунктов. Организация пространства склада. В первую очередь создается топология, причем мы работаем не только с широкопроходными стеллажами, но и также со всеми типами стеллажей и со всеми типами хранения, которые известны в мире. То есть это могут быть широкопроходные, узкопроходные, консольные, набивные, напольные хранения, причем штабельные напольные и так далее. При этом система позволяет оптимизировать использование этого складского пространства за счет того, что мы можем компактнее хранить продукцию, а также можем использовать так называемые ABC-классификаторы, которые позволят нам хранить продукцию оптимальным образом, то есть высокооборачиваемую храним, ближе к области отгрузки и так далее. В формировании оптимальных бизнес-процессов под каждого поставщика и под каждого покупателя мы можем формировать свой бизнес-процесс, который актуален именно для данного контрагента. Кому-то мы можем доверять больше, кому-то меньше, от кого-то продукцию мы можем принимать в режиме доверительной приемки, от кого-то мы, соответственно, принимаем все по-номенклатурно. Тема поддерживает, справа вы видите внизу стадии отгрузки, вот точно такие же есть стадии приемки, которые позволяют без программирования менять этот процесс так, как он необходим. Соответственно, настраивается не только последовательность вот этих бизнес-процессов, этапов приемки, отгрузки, но также и повторяемость. То есть мы можем контроль включать на любом этапе. Плюс есть возможность событийного инструментария применения. Соответственно, одно произошедшее на складе событие может быть причиной возникновения другого события. Ну, самое простое – это обнаружение брака и перемещение этого брака в зону брака. То есть во время отбора, либо во время приемки мы обнаружили брак, и, соответственно, автоматически создается задание на перемещение данного товара в зону брака. Но, опять-таки, это может быть настроено. Анализ показателей эффективности. В системе заложен пользовательский конструктор, который позволяет создавать нам те необходимые показатели, которые нам нужны. Соответственно, мы можем с очень высокой детализацией посмотреть на те процессы, которые происходят на складе, вывести их в необходимые отчеты, причем в том виде, в котором нам актуально. Есть определенные преднастроенные показатели. Ну, и, собственно, никто не запрещает их донастраивать, перенастраивать, создавать новые и смотреть именно те показатели, которые вам актуальны. То есть это может быть выработка и так далее, и так далее, и так далее. Очень много всяких различных показателей. Система не работает сама по себе. Система работает в тесной связке. Чаще всего в последнее время мы интегрируемся через корпоративную шину данных. Но никто не запрещает нам напрямую обмениваться между двумя базами. С точки зрения интеграции, самая распространенная интеграция – это система управления складом с системой управления предприятием. Это может быть торговля, это может быть производственное предприятие, это могут быть системы типа SAP, Oracle и так далее. Минимальный обмен – это справочники, справочники товаров, справочники контрагентов, а также планы и факты приемки и поступления, результаты инвентаризации. По-хорошему, конечно же, необходимо интегрироваться с транспортными системами, с темами управления персоналом, так как об этом чуть попозже. На данном уровне каких результатов мы достигаем? В первую очередь мы формируем оптимальную, эффективную складскую топологию и работы, то есть те стадии бизнес-процессов, которые для каждого контрагента и для склада будут оптимальными с точки зрения скорости и качества. Во вторую очередь мы создаем единоинформационную систему управления логистикой, то есть закупки, продажи, транспорт и непосредственно склад. Вот это единоинформационное поле повышает качество планирования и управления за счет того, что вся информация актуальна, и из любого участка этой цепи можно получить ту информацию, которая необходима в данный момент. Собственно, внедрение одной из последних компаний «Невада», это «Дальний Восток», соответственно, они одними из первых внедрили систему ERP 2.0 на 1С, интегрировав ее с решениями ВМС и ТМС. Соответственно, создали вот такую по большому счету S7-систему, которая объединила как раз все в три участка, четыре, то есть закупки, продажи, склад, транспорт. И создание вот такой вот системы позволило им найти очень узкие места в своей организации процесса, которые были оперативно расширены, можно так сказать. И это позволило сократить издержки, которые компания несла без системы. Срок окупаемости системы не превысил полугода. Следующий уровень планирования управления – это среднесрочность. На складе среднесрок – это неделя рабочая. Соответственно, на среднесрочном уровне мы можем спланировать рабочую нагрузку. Мы можем спрогнозировать объем прихода и, соответственно, отгрузки. Мы можем сопоставить данные параметры с ресурсами, которые есть на складе, и можем в наш временной интервал недельный перераспределить и время, и ресурсы. Соответственно, если перераспределение не помогло, то мы можем всегда привлечь какие-то сторонние ресурсы. Результат. В результате данного управления мы можем снизить трудозатраты. То есть, можем достаточно гибко отреагировать на изменения нагрузки по приемке, по отгрузке. И когда ресурсы не нужны, мы можем отправиться на выходной. Когда они нужны, мы можем их дополнительно привлечь. Соответственно, люди не слоняются по складу без работы, а постоянно выполняют какие-то функции. Как раз об этом отзыв компании Аквалайф, где мы внедрили систему, и это позволило бесперебойно работать складу в режиме 24 на 7, при том, что объем продаж существенно вырос. Тут еще как раз говорится, что на самом деле точность и скорость еще повысились, при том, что зависимость от персонала существенно сократилась. Следующий уровень управления – это краткосрочный горизонт, соответственно, сутки смены. Что на данном уровне мы можем сделать? В первую очередь мы можем отбалансировать в реальном масштабе времени нагрузки, то есть нагрузки на персонал. И, безусловно, есть еще модуль управления волнами. Соответственно, мы можем распределить наших сотрудников по тем задачам, которые они должны выполнять в реальном масштабе времени. То есть посмотреть, какой у нас план приходов и отгрузок, и распределить сотрудников так, как нам было бы выгодней. Управление волнами. Система может автоматически формировать волны и передавать их в работу. Собственно, волна – это некая совокупность заказов, которая объединена по какому-то времени, например, отгрузить до 13.00. Соответственно, система полностью в автоматическом режиме объединяет все заказы, которые имеют такой параметр. Диспетчер склада не включается в данную работу, он подключается только в режиме каких-то внештатных ситуаций. Соответственно, волны объединяются автоматически, передаются в работу, выполняются. И это, во-первых, существенно позволяет повысить качество работы склада, соответственно, все работы выполняются точно в срок, just in time. И качество повышается, скорость повышается за счет того, что вот эти отбираемые заказы могут объединяться также в группу, что позволяет одному сотруднику собирать сразу несколько заказов, ну и так далее. Вот этот краткосрочный уровень позволяет внедрять систему мотивации персонала. Персонал разделяется на роли, соответственно, там чаще всего разбивается на роли приемщиков, отборщиков и так далее. Вводится для каждой операции нормы выполнения. Соответственно, на основании этих норм мы как раз и можем рассчитать требуемое количество персонала. От норм зависит показатели эффективности. Показатели эффективности могут быть как индивидуальные, так и коллективные. То есть на бригаду, на смену и так далее. Контроль выполнения этих норм производится в реальном масштабе времени. Ну и есть, соответственно, мониторы выработки, вот такие, которые, как приведены на данном слайде, которые позволяют посмотреть, как же на самом деле сотрудник у нас работает или работал. Соответственно, чему нам вот этот уровень управления позволяет достичь? В первую очередь, это сокращение пробега и техники, и персонала. Система оптимизирует их как можно меньше, чтобы был пробег. Соответственно, от пробега зависит время, от времени еще и зависит снижение влияния человеческого фактора. Так как система все выдает на терминал сбора данных, говорит, куда подойти, что взять, куда отнести. Растет производительность, так как, ну, соответственно, у нас вот эти все параметры снижаются. И растет дисциплина, так как люди понимают, что за ними следит большой брат и стараются сделать работу так, как надо. Ну и немаловажный фактор – это обоснованные премии. То есть, опять-таки, в зависимости от человеческого фактора, от того, что захочет, кому захочет выдать свою премию начальник смены, да, либо начальник склада, она существенно снижается. То есть, можно рассчитывать премии, исходя из фактической выработки сотрудников. Ну, собственно, компания «Липспектива» как раз об этом и говорит, что учет рабочего времени и трудозатрат, которые есть в системе, он позволил вести эффективную систему мотивации, что является немаловажным фактором при внедрении данной системы. Управление в режиме реального времени, то есть, горизонт, секунды. Система работает с задачами. Задачи могут распределяться между сотрудниками, либо объединяться в какие-то группы. При выдаче вот этих задач на сотрудника учитываются роли сотрудника, а также та техника, которую сотрудникам используются. Штабелер, погружка, ручная тележка и так далее. Также учитывается текущая занятость сотрудника, то есть, занят он, свободен, на сколько процентов он выполнил задачу, какие у него еще есть задачи и так далее. Каждая задача оценивается по временному параметру, то есть, время выдачи задачи, время ее начала выполнения, время, соответственно, завершения. В режиме реального времени есть возможность мгновенной реакции на происходящее на складе событий. Ну, то, что мы как раз и обсуждали, да, то есть, при возникновении какого-то брака есть возможность автоматически создать задание на перемещение резонного брака. При завершении приемки есть возможность создания задач на размещение и так далее, и так далее, и так далее. Полная автоматизация работы операторов, да, то есть, диспетчер практически не участвует в выдаче задач, то есть, он может только перераспределить их в случае необходимости. Для диспетчеров как раз разработан монитор специальный, который выводится до 36 подобных параметров. Это может быть практически любая информация о том, что происходит на складе. Операция будет... Ситуация будет отображена в реальном масштабе времени, с реальными показателями. Это могут быть привычные нам табличные части, это могут быть диаграммы, гистограммы и так далее. Причем, это не просто картинка, отсюда можно непосредственно провалиться в каждую проблемную ситуацию на складе. Например, перераспределить ресурсы, изменить приоритеты у заказов, изменить сроки выполнения, соответственно, скорректировать дату подачи машины к воротам. Как раз об этом. Существует еще модуль диспетчера двора, который позволяет перераспределять транспортные средства как по воротам приемки и отгрузки, так и по местам стоянки. В свою очередь, это существенно снижает вероятность и длительность простоя. То есть, мы всегда знаем, к какому времени у нас заказ будет собран, мы знаем, к какому времени машину необходимо подать. Соответственно, мы можем заказать машину к тому времени, когда мы ее сможем отгрузить. Ну и, безусловно, конечно, рост скорости и загрузки транспорта также растет. Собственно, все, о чем говорили, относится к использованию терминалов сбора данных. Соответственно, вот эти непосредственно сотрудники склада работают в режиме онлайн. Им автоматически приходят задания, которые они могут выполнять. Сотрудник всегда может дать обратную связь, то есть подтвердить прием к получению, либо, соответственно, проинформировать о каких-то проблемах. Ну и, конечно же, так как все выполняется с терминалов, так как есть у нас нормы, и мы всегда знаем, какое фактически понесенное время, то мы с помощью этих терминалов можем собирать некую статистику. Что этот уровень управления позволяет достигнуть? Ну, безусловно, рост производительности. На следующем слайде я об этом расскажу, но в среднем рост производительности просто от управления в режиме реального времени – это порядка 30% в среднем. Второй достигаемый результат – это повышение качества работы. То есть система контролирует все от сканирования ячейки до ввода информации о партиях, товарах, сканирования. Соответственно, качество работы растет. Ну и немаловажный фактор – это возможность своевременного принятия управленческих решений. То есть мы ежесекундно имеем информацию о том, что творится на складе, и можем в любой момент времени принять какое-то решение о каких-либо действиях, которые нам помогут. Как раз об этом говорит Иван Антонов, руководитель проекта по компании «Олзи», что в первую очередь, чего удалось достичь, это снизить количество операторов на приемке отгрузки в 3 раза, минимизировать пересорты, то есть повысить качество отгрузок в 50 раз, сократить в среднем время подбора заказа в 4 раза. Здесь указано, что рост производительности труда сотрудников на момент внедрения составил 15%, но по последним данным, после того, как сформировалась адекватная эффективность системы мотивации, что сам по себе процесс не быстрый, но полезный, но эта система мотивации позволила сократить, повысить производительность труда еще в первый год на 20%, и в следующий год еще на 27%. Сами посчитайте, очень приятные показатели роста. Переходим непосредственно к складам керамической плитки и декоративных материалов. Поговорим немножко об особенностях. Конечно же, как и на любом другом складе, высока зависимость от человеческого фактора. Но когда мы говорим про склады компьютерных комплектующих, то зависимость одна. А когда мы говорим про склады керамической плитки, то, конечно же, зависимость несколько иная, и она не очень приятная, чаще всего. Мы, во-первых, должны потратить очень много времени, чтобы человек начал разбираться в той номенклатуре, с которой он работает. Во-вторых, очень высокие требования к качеству учета, потому что различные партии могут отличаться по цвету, по калибру и так далее. Соответственно, есть определенные требования по контролю нагрузки. То есть, палеты сами по себе тяжелые. Это не обои, это все-таки керамическая плитка, и каждый палет весит существенно большое количество килограмм. Соответственно, необходимо контролировать нагрузку на балку. То есть, мы должны считать даже не нагрузку на каждую конкретную ячейку, а нагрузку на балку целиком. Существуют определенные проблемы с маркировкой. Пометил, что могут быть одинаковые штрих-кода на различные продукции. Не секрет, что производители чаще всего даже не маркируют партии, и это тоже проблема. Либо не маркируют вообще продукцию. То есть, приходится там... Не маркируют, в смысле не штрих-кодируют продукцию, и это вообще приводит к неким проблемам. Ну и естественно, что требуется определенная оперативность по обмену с модулем закупок и продаж, так как чаще всего, конечно же, продажи предъявляют очень большое требование к некротивности работы. Например, у нас были проекты, где мы еще могли не принять всю машину целиком, а информация о том, что там конкретный товар был выгружен, он обязательно должен был перейти к продажам и быть доступен к реализации. Ну и само собой, качество учета на складе, то есть пересорти и так далее. Я здесь еще хотел сказать не только про керамическую плитку, но также и про декоративные всякие материалы, потому что, как показывает практика, они тоже имеют место быть на таких складах. Декоративные материалы обычно на какие-то негабаритные товары, с которыми тоже система должна уметь работать. Соответственно, там могут быть длинномеры и так далее. Какие основные задачи при внедрении мы должны решить и решаем? Чаще всего. Первое – это обеспечить прозрачность учета, то есть товарно-материальные ценности должны храниться в разрезе и местах хранения, что повышает нам как раз-таки прозрачность. Также мы должны отслеживать движения как по складу, так и по каждой ячейке в целом. После того, как мы внедряем систему, обычно вводится партионный учет, причем он вводится не только на складе, но также и в продаже. И учет в разрезе доп. характеристик, как раз-таки цвет, партия, калибр. Продукция маркируется, то есть мы вводим маркировку, причем не только для единиц продукции, но и также и для крабов, палет и так далее. Внедрение позволяет существенно оптимизировать использование ресурсов, то есть это и площади, и люди, и техника, и сократить время на выполнение операций, причем на время всех операций, кроме маркировки. То есть если мы вводим маркировку, то это потребует определенных трудовых и финансовых затрат. По прозрачности учетов, то есть система контролирует соответствие типа хранения тем ячейкам, в которых предполагается хранение, то есть контроль весогабаритных характеристик, зоны размещения и так далее. Контроль с помощью терминалов сбора данных производится на всех операциях, это и приемка, и размещение, и отбор, и отгрузка. Мы сейчас стараемся в большинстве проектов при приемке печатать некую палетную этикетку, которая бы содержала информацию о том товаре, который хранится на складе конкретной ячейки. Эта этикетка очень сильно позволяет минимизировать время при той же самой инвентаризации. Ну и чаще всего склад ведет все-таки учет в штуках, а продажи продают в метрах. Соответственно, должна быть система перевода из одной единицы хранения в другую, то есть некие коэффициенты. Ну и, соответственно, прослеживаемость истории. То есть мы всегда знаем, кто размещал, когда, зачем, на основании какого задания или заказа. Причем эту информацию мы имеем не только по складу, но также по каждой конкретной ячейке и по соседним ячейкам, что очень актуально, когда мы говорим про инвентаризацию по какой-либо причине. То есть если мы не нашли товар, либо нашли товар не в том качестве, в котором ожидалось. По дополнительному учету, по параметрам, по характеристикам. При внедрении мы вводим партийонный учет. Партия либо вводится вручную, либо формируется автоматически. Причем при отборе мы можем контролировать партии и запрещать отбор партий больше, чем одна, либо отбор каких-то партий, различающихся по времени. Если разница партии в месяц, то это, допустим, неважно, а если больше, то, соответственно, отбор не спланируется. Соответственно, мы можем создать условия совпадения партий в одном заказе. Это могут быть определенные параметры. Как я говорил, например, временной. Ну и по партиям мы всегда можем оперативно не отзвониться, а передать информацию менеджеру. Причем это может быть электронная почта, это может быть просто выгрузка в корпоративную систему. Например, клиент у нас покупал партию номер один, а на текущий момент на складе есть партия номер два. И мы из системы ВМС всегда можем эту информацию передать о том, что невозможно спланировать ту же партию, которая была отгружена ранее. И уже тогда менеджер решает с клиентом данный вопрос. Учет в разрезе дополнительных характеристик. По большому счету, это такие же партии, то есть такие же разрезы учета. Вводятся там, они, точнее, могут они вводиться как с терминала сбора данных, так и из рабочего места оператора. На текущий момент разработаны даже специальные рабочие места операторов, приемки, где, соответственно, как раз они могут вводиться. Далее они усчитываются при всех операциях, то есть это и на приемке, и на размещении. Введенная информация на приемке, она будет сквозным процессом проходить через весь процесс приема отгрузки. Ну и по маркировке продукции. Продукция, ну, маркировка бывает двух типов. Для продукции, которая не имеет штрих-код, или которая имеет проблемный штрих-код. Для первой, в карточке товара ставится признак, требуется маркировка. Для вторых случаев, в маркировке формируется, то есть задание на маркировку, там, печатана этикетка, формируется непосредственно на приемке кладовщиком. Так, ну, по оптимизации уже сказал, про сокращение только рассказал. Сейчас передаю слово своей коллеге Жамильцевой, и она как раз-таки расскажет про один из наших проектов по оптимизации работы склада компании Керамика-Сервис. Спасибо, Сергей. Добрый день, уважаемые слушатели. Да, в качестве свидетельства о том, что сказанные выше технологии, они применимы в жизни, мы проведем в пример кейс из нашего опыта автоматизации склада. Это склад торговой компании Новос, или Керамика-Сервис. Несколько слов о самой компании. Компания существует на рынке более 10 лет, сотрудничает с крупными зарубежными фабриками по производству керамической плитки и керамогранита, также занимается торговлей мебелью для ванных комнат, сантехники, облицовочных материалов и так далее. У компании есть собственный склад, который позволяет обеспечивать постоянное наличие на складе более 10 тысяч единиц. Что представляет из себя склад? Склад площадью 1700 квадратных метров. Это крытое неотапливаемое помещение, бывшие производственные цеха. Склад оснащен фронтальными многоярусными палетными и полочными стеллажами. Также, как вы видите на картинке, используется напольное хранение. Для более мелкого ассортимента, это декоративных элементов, бордюров, плинтусов и так далее, выделено отдельное помещение. Такие товары хранятся на полочных стеллажах. Также на складе периодически хранится торговое оборудование и рекламные материалы. Какие цели проекта перед нами стояли? Это уменьшение зависимости от персонала, в том числе исключение ошибок, связанных с человеческим фактором, так называемым. Исключение пересорта. Оптимальное использование складских систем хранения с учетом ограничения по весу при размещении палет на верхние ярусы. Как известно, плитка достаточно тяжелый товар. Это нужно учитывать. При внедрении системы были учтены следующие особенности. Большой вес поддона с плиткой требует рассчитывать максимальный вес на каждом ярусе хранения. Разные партии одной и той же плитки могут иметь отличающиеся характеристики, которые тоже необходимо учитывать при сборке заказа. Такими характеристиками являются калибр и тон плитки. Упаковки с плиткой маркированы, однако собрать штрих-коды от всех поставщиков было очень сложной задачей. К тому же, часть имеющихся штрих-кодов на упаковке были не уникальными. В рамках проекта автоматизации были сделаны настройки, которые позволили учесть все вышеуказанные особенности склада и товара. В частности, в складскую программу введен максимально допустимый вес на каждом ярусе хранения. Размещение осуществляется с учетом веса поддона, что позволяет обеспечить безопасность на складе и рационально использовать имеющееся пространство. До внедрения складской программы учет калибра и тона не ввелся. Была высокая зависимость от человеческого фактора при сборке заказов. То есть перепутать было очень просто, потому что человеческий глаз не всегда так четко отличает цвет, тон. Теперь, после внедрения системы, при планировании товаров под заказ клиента, складская система пытается подобрать товар одной партии. Если одну партию подобрать не получается, оператору складской программы выводится сообщение о том, что подобрать не удалось, и оператор совместно с менеджером принимает решение, как быть, либо отменять заказ полностью, либо мы продолжаем подбирать, но из другой партии. Это связано с тем, что, например, для какого-то клиента это критично, чтобы все было из одной партии, для кого-то менее критично. При приемке к каждому поддону присваиваются так называемые паспорт-палеты. Это лист, который содержит наименования, дополнительные характеристики, штрих-код всех находящихся на поддоне товаров. В МАЭ-системе автоматически генерируется штрих-код на упаковку, на штуку, на полный поддон товара, и в этом штрих-коде учитывается калибр и тон. Это позволило оптимально использовать складское пространство. Теперь стало возможным объединять и хранить несколько партий в одном адресе. То есть, с учетом того, что у нас штрих-код есть на каждой коробке, то мы таким образом исключаем пересорт по тону и калибру. Также была сделана настройка, которая позволяет вести в корпоративной системе учет плитки в метрах, а в складской системе это пересчитывается в штуке. Ну и обмен данными между корпоративной системой и ВМС позволяет оперативно информировать менеджеров по продажам при невозможности полностью собрать заказ. Менеджер может оперативно изменить заказ или частично при необходимости. Собственно, вот таких результатов мы достигли на проекте Керамика-сервис, они же Новус. Да, коллеги, если есть какие-то вопросы, вы можете писать их в окно вопросов специализированное. Мы готовы на них отвечать. Первый вопрос. За счет чего уменьшается зависимость от персонала? На текущий момент на большинстве складов не автоматизировано, которые мы встречали в своей практике. Есть очень высококвалифицированные сотрудники, которые знают, что где лежит, когда приходило, кому приходило, за счет чего там, на основе каких параметров мы должны это дело отгружать. Как только мы внедряем систему управления складом, от сотрудника по большому счету уже ничего не зависит. Вся информация есть в системе. Какую партию надо грузить, где ее собрать, из какой ячейки, в каком количестве. Так как система может однозначно идентифицировать товар с учетом уже всех дополнительных характеристик, которые есть по этому товару, то по большому счету уже нет какой-то потребности в этих высококвалифицированных сотрудниках. Все задачи сводятся к тому, что система говорит, к какой ячейке подойти и какое количество товаров взять. Соответственно, подходит сотрудник, сканирует штрих-код ячейки, система понимает, что он сканировал этот штрих-код. Дальше она требует сканировать штрих-код товара, ввести данные по партии. И если сотрудник где-то ошибается, то, соответственно, система не дает ему перейти к следующему действию. Соответственно, зависимость она сильно минимизирует. То есть, получается, что зависимость от персонала только во время отбора товара уменьшается, на приемке товара эта зависимость остается. Да, действительно, вы правы. И ошибка на приемке может стоить нам всего того качества, которое мы должны были достичь. Но количество вот этих высококвалифицированных сотрудников, оно существенно сменяется. Так как, по большому счету, нам нужны именно профессионалы только на приемке. Соответственно, все остальные операции, ну, конечно, да, они там снижают зависимость. А на приемке, да, безусловно, зависимость растет. Ориентировочная стоимость проекта, сроки и от чего зависит. Смотрите, тут ситуация следующая. Стоимость проекта, она состоит из нескольких параметров, да. То есть, первое, это программное обеспечение. Второе, это оборудование. Там терминалы сбора данных, принтеры печати, этикеток, оборудование Wi-Fi. Соответственно, оборудование Wi-Fi зависит от площади склада, принтеры, соответственно, от объема, который необходимо будет печатать, то есть, это количество принимаемых позиций, от количества приемок и так далее. Количество терминалов сбора данных зависит от количества сотрудников, которые у нас есть на складе. От этого же зависит стоимость программного обеспечения, да, то есть, там лицензируется каждый конкретный терминал, поэтому, ну, так сходу сказать, а, ну и работа, безусловно, это некие, включают следующие этапы, это планирование и проектирование, дальше, соответственно, настройка и по возможности доработка при необходимости, это доработка обмена, причем как с корпоративной системой, так и с транспортными, дальше обучение и запуск в эксплуатацию. Стоимость работы, она зависит от тех трудозатрат, которые мы поимеем тут на проекте. Если говорить о ориентировочной какие-то стоимости, тут достаточно сложно, наверное, не получится. Можем там в каком-то более формальном режиме. Насколько увеличилось время приемки товара при таком штрих-кодировании товар-коробка-палета? Ну, в среднем на каждую на каждую единицу необходимо распечатать штрих-код и там время к чате, доли секунды и нанести. Тут возникает вопрос, а что мы маркируем? Мы можем каждый конкретный товар не маркировать, если мы отгружаем, допустим, коробами. Можем промаркировать только коробки. Есть еще у нас возможность промаркировать палеты, да, это существенно не увеличит время приемки. Но каждый конкретный случай необходимо разбирать дополнительно. В любом случае при маркировке приемка удлинится. Насколько удлинится, надо смотреть. Какие технические требования к терминалам сбора данных? Первое требование это наличие сканера штрих-кода. Второе требование наличие нормального удобоваримого экрана. третье это наличие модуля Wi-Fi. Ну и там четвертое, чтобы операционная система Windows CE либо Windows Mobile. И пятое это нормальная степень защиты, чтобы на складе она не сломалась. Соответственно, мы чаще всего используем терминалы Моторола. Там есть определенные технические фишечки, которые позволяют нам с терминалами Моторола работать наиболее эффективно. Это две серии 31,90 и 90,90. Но также есть серии полегче. Там 21 серия. Есть специальные терминалы на погрузчике. Там 5000-ники. И есть еще такие очень удобные терминалы. ВТ-41Н0. Они с точки зрения повышения эффективности работы каждого конкретного кладовщика просто потрясающие, потому что у вас две свободные руки. Это очень удобно. Следующий вопрос. Происходит ли резервирование партии под заказ и в какой момент оно происходит? Есть ли возможность, чтобы при поступлении автоматически происходило резервирование под заказ? Или это все должно происходить в другой учетной системе? Смотрите, резервирование чаще всего формируется в момент появления заказа на отгрузку. То есть, если у нас к моменту приемки есть информация о том, что конкретный заказ пойдет под конкретные заказы на отгрузку, то мы, безусловно, этот товар зарезервировали и не дадим его к отбору под другие заказы. Если есть информация о конкретных партиях, то эти партии тоже могут быть привязаны. Даже если у вас в одной приемке будет несколько партий, то их можно будет разместить на склад, и все будет хорошо. А конкретные партии, которые нам нужны, мы можем отгрузить непосредственно из зоны приемки или размещения. это может быть кроссдокинга либо чуть более долгий кроссдокинг. Оборудование Wi-Fi ваше или можно использовать свое, правильно понимаю, и такой же вопрос по терминалам. Мы можем использовать ваше оборудование, если оно удовлетворяет требованиям по надежности и по тем протоколам, которым запрашивают. Wi-Fi если он не поддерживает бесшовный роуминг, то использовать на складе мы, конечно же, можем, но это будет очень неудобно с точки зрения работы, придется переподключаться от одной точки к другой, вам просто сотрудники этого не простят. Но мы принципиально можем работать с таким форматом. И с точки зрения терминалов то же самое. Чем удобнее и защищенный терминал тем лучше. И опять-таки это не наша какая-то прихоть или желание вам что-то продать. Просто это работа сотрудников, работа людей она очень важна. Так, какие особенности при размещении товара на открытых площадях? Ну, там просто ячейки чаще всего больше. Мы точно так же делим открытую площадку на ячейки. прописываем какое количество палет в данной ячейке может быть размещено, какие товары мы можем хранить на улице. И исходя из этого система автоматически планирует те же самые процесс размещения и перемещения, отборов, отгрузок. по типу хранения. Чаще всего на улице хранятся только палеты, никаких штучных и коробочных отборов, а тут чаще всего не происходит. А так, по большому счету, ничего не меняется. Следующий вопрос. Если мы отгружаем плитки и декоры до штуки, нужно будет распечатывать каждую палету, на каждую коробку и маркировать каждую плитку. Но смотрите, смотря кому вы отгружаете. Если вы отгружаете Leroy Merlin, то скорее всего да, потому что у них требования такие. Если вы отгружаете клиенту, то вы можете на палет или на короб распечатать эту этикетку. Есть еще хитрые способы, когда вы печатаете этикетки штучные на носителе типа на бумажке и их сканируете. То есть там возможны варианты. Их очень много. На сборочном листе вы можете их распечатать. И как в магазине, когда вам пакет пробивают, точно так же кладовщик будет пробивать штрих-код. Есть варианты? Ну, собственно, я добавлю, что нужно или не нужно маркировать до штуки, это все-таки больше вопрос к потребностям бизнеса. Например, на приемке можно маркировать всего лишь палеты, а при отгрузке уже, в зависимости от того, какому клиенту мы отгружаем, мы можем добавлять процедуру маркировку перед отгрузкой. Можно так. Но, условно говоря, мы изначально не знаем, какая часть плиток у нас идет палетой, а какая часть идет штуками. И поэтому на приемке мы можем пока не маркировать до штуки, а уже когда подойдем к отбору, тогда маркировать. Сергей, следующий вопрос. в ТСД есть свой клиент или он работает в терминальном доступе онлайн. Раньше у нас не было своего клиента, но на текущий момент мы ставим свой клиент на терминал. Он работает не в терминальном режиме, а через веб. По ширине канала я, наверное, вам пришлю требования и по оборудованию, если вы мне черканете письмецом. Можете продемонстрировать, как отслеживается в реальном режиме работы персонала диспетчерское место. Я бы мог вам продемонстрировать его с рабочего ноутбука, но, к сожалению, этот ноутбук презентационный и здесь просто база не стоит. Так мы можем продемонстрировать. Пришлите информацию, мы своим сервисом все продемонстрируем. Хотелось бы попросить вот те вопросы относительно стоимости, которые выше были и которые сейчас прозвучало с просьбой продемонстрировать непосредственно саму систему. Напишите пожалуйста нам письмо запросы и мы уже ответим в индивидуальном порядке на них. Следующий вопрос. Как производится маркировка при размещении на открытых площадях? Если мы говорим про маркировку продукции, то есть специальные этикетки, которые наносятся, могут быть нанесены в минусовой температуре и там им не страшно ни солнце, ни слякоть. Если мы говорим про ячейки хранения, то там совершенно различные есть способы. Это и колышки люди вбивают, и есть там либо ставят рядом. Есть еще опыт, когда натягивают выше уровня вилл погрузчика тросик, и на него вешают формат А4 заламинированные этикетки с штрих-кодом и с адресом. Есть вариант. то есть мы можем рассказать о них. Ну стандартно это либо колышек, либо тросик. Что предпочтительный клиент на ТСД или по терминалу, если оборвется связь через веб? И то, и другое не очень хорошо. Ну то есть разницы нет, потому что в любом случае связи прервется, но на сервере она останется. и когда мы переподключимся, мы можем продолжить на том, на чем остановились. То есть в принципе здесь разницы нет. В любом случае вся информация она на сервере. Как и каким образом при обнаружении брака во время отборки формируется задание на отбраковку? Также хотелось бы демонстрации про нее уже все поэтому словами. Ну смотрите, когда кладовщик обнаруживает брак то у него есть в режиме терминала красная кнопочка. Он на нее нажимает и сообщает что в данной ячейке находится брак. Соответственно формируется задание на инвентаризацию данной ячейки. То есть все-таки брак должен подтверждать какой-то другой сотрудник более ответственный чем сборщик. Этот квалифицированный сотрудник подходит подтверждает качество что это качество брака. И либо ему же либо соответственно другому сотруднику формируется задание на перемещение из области отбора и хранения из текущей области в область брака. Есть ли опыт использования RFID? У нас целое направление занимается RFID. Опыт использования есть, но опыта использования применительно к керамической плитке нет. Дело в том, что необходимо все просчитывать радиодоступность, радиопрозрачность, насколько это вообще удобно и эффективно. То есть, если маркировать каждую коробку или каждую штуку, то, скорее всего, это неэффективно. Но при этом мы можем маркировать палеты, и это по деньгам выйдет не очень дорого, а при выходном контроле сильно нам поможет. Соответственно, есть еще такие у нас пара проектов интересных. Это когда мы на открытых площадках маркировали рельсы для крана, и, соответственно, кран позиционируется в рамках этих... В общем, получается двухмерная координата, и, соответственно, кран позиционируется достаточно точно, до сантиметров. Это один из вариантов применения RFID. Вообще, опыт есть, можно по этому опыту поговорить. С точки зрения автоматизации склада и применения RFID, то это чаще всего такие заказные проекты с одеждой. То есть, такой опыт есть. Так, про брак. Продолжаем разговор. Задание ответственного сотрудника куда отправляется, или это видит сначала диспетчер? Все зависит от того, насколько у вас большой склад, и бегает ли специально обученный человек, вот этот высококвалифицированный, высококвалифицированный по складу. Если бегает, то ему дается терминал. Если он сидит в офисе и реагирует только на какие-то произошедшие события, то он соответственно принимает это на стационарно-рабочее место. Но так вообще у него есть терминал сбора данных. Обычно по мере обнаружения брака приходит сообщение, он открывает сообщение, смотрит в какую ячейку мы необходимо идти, в какой товар проверяет. Он приходит туда и проверяет данный товар. Ячейка не... Смотрите, если в данный... Следующий вопрос. При этом ячейка блокируется, а что произойдет, если в этой ячейке есть еще невыполненные задания? Вопрос несколько шире. Ячейка не блокируется, но блокируется товар, который подтвердился на... который предполагается, что бракованный. Соответственно, если в данной ячейке есть какие-то другие товары, то они могут быть отобраны. Если это тот товар, то будет произведено перепланирование. Данный товар будет отбираться из других ячеек. Если других ячеек нет и данный товар есть только где-нибудь наверху, в областях длительного хранения, то формируется задание на подпитку. А так из этой ячейки данный товар не будет отбираться. Блокируется конкретный товар в конкретном количестве. если колдовщик не может отобрать 10 штук конкретного товара, чаще всего это указывает, что весь товар некондиционен, а не какие-то 10 штук, потому что он всегда может отобрать пару коробок других. Выполняется ли работа по внедрению только вашими специалистами или можно самостоятельно? Собственно можно самостоятельно, можно нашими силами. Вопрос только в уровне компетенции. Если у вас есть специалисты компетентные в внедрении такого рода системы, то есть системы управления складом, если им не потребуется даже какое-то обучение, дайте нам контакты этих специалистов. Мы все на работу может возьмем. На самом грамот людей на рынке очень немного. Если товар не штрихкодирован, то каким образом построен процесс комплектации грузов? Если товар не штрихкодирован, то мы можем построить процесс следующим образом. Когда мы отбираем упаковки либо штуки, то может быть распечатана некая лента этикеток для кладовщика. Соответственно кладовщик получает задание на отбор, получает ленту этикеток и маркирует упаковку, которую он отбирает. Мы экономим время на приемке, чуть удлиняем время на отборе, но зато получаем полностью промаркированные грузовые места с полностью маркированными единицами хранения. Доверяете ли вы внедрение фирмы 11 франчайзи? Если можно, на этот вопрос отвечу я. Собственно здесь уже должен заказчик принимать решение, кому он доверяет внедрение, самому разработчику либо 11 франчайзи. В любом случае, при принятии этого решения вы должны исходить с того, есть ли у 11 франчайзи опыт, потому что если вы будете первыми, то проект может затянуться и например ресурсов может не хватить. Вы должны оценивать какой есть штат у этого франчайзи, какой есть у них опыт и так далее. Поэтому здесь уже больше доверие заказчика, а не наше доверие. На самом деле чуть-чуть поясню. Продукт, про который мы сегодня говорили и о чем мы ведем все время беседу, принадлежит компании 1С. И решать действительно должен заказчик, но у 1С есть программа по сертификации сотрудников. Соответственно, если компания имеет определенный опыт и определенное количество специалистов, то она сертифицируется и ее сотрудники сертифицируются в компании 1С. Соответственно, это определенным образом является каким-то критерием для оценки количества специалистов и их опыт. Следующий вопрос про возвращаемся к штрих-кодированию. Вариант штрих-кодирования до штуки ни на одном этапе невозможен. Но в таком случае нужно исходить из чего? Ведь штрих-кодируем мы не для того, чтобы штрих-кодировать, а для того, чтобы исключить пересорт. Штрих-кодирование нам позволяло бы смешивать разные партии, товар, который похож по характеристикам, но неразличим визуально, в одном адресе, чтобы исключить пересорт. Если мы не можем это штрих-кодировать, то будем настраивать систему таким образом, чтобы в одном адресе не хранились товары, которые похожи по таким характеристикам. Если вы отгружаете штуками, то вам скорее всего все-таки нужно штрих-кодировать. Если вы отгружаете упаковками, то вам нужно штрих-кодировать упаковки. Если вы не хотите штрих-кодировать, то в принципе вы можете вводить артикулы, все это вы можете вводить вручную. Такой вариант тоже есть. Есть, знаете, еще такой опыт, когда мы на палету наносили сразу этикетки, ну там, штрих-кода в этикетку вносились и по палете, и по коробке, и по штуке. Соответственно, когда колдовщик подходил отбирать из этой палеты что-либо, он сканировал нужную этикетку. Штуки, палеты или коробки. Также есть вариант, когда мы штрих-код штуки непосредственно печатали на листе отбора, чтобы он сканировал его с листа, если невозможно сканировать каждую штуку. То есть мы понимаем, что это трудозатратно и финансово затратно, маркировка каждой единицы продукции, поэтому мы всегда ищем определенный способ, который позволит и вам сэкономить по времени и по деньгам. Так что надо просто найти это решение, точнее даже не найти, а согласовать. Поэтому варианты есть, но они все имеют и плюсы, и минусы. Необходимо найти идеальный баланс. Собственно, для этого мы чаще всего и нас и привлекают, чтобы найти баланс между теми процессами, которые у вас есть, той точностью, которую вы хотите достичь, и тем временем, которое вы выделяете эти процессы. Следующий вопрос. Нужно ли проводить полную инвентаризацию склада перед автоматизацией? Вопрос такой, достаточно интересный. Может быть, да, может быть, нет. Идеальный вариант при внедрении получить остатки в разрезе ячейок, это, конечно же, полная тотальная инвентаризация. Но иногда мы подходим несколько гибче, то есть мы можем постепенно инвентаризировать по проездам, по ячейкам. И, конечно, мы всегда советуем все-таки инвентаризацию провести, но это не является каким-то жестким требованием. Так, каким образом можно организовать в такой ситуации штрих-кода на товаре нет, и хранение не палетное навалом, инвентаризацию не по бумажной технологии? Система и терминал сбора данных позволяют вводить артикул вручную, то есть место сканирования штрих-кода. Собственно, это и является такой заменой бумажки. Так, при инвентаризации ячейки она блокируется. Блокируется не сама ячейка, а ее содержимое, то есть конкретный товар. Если мы говорим про тотальную инвентаризацию, там блокируются все ячейки. Или когда мы говорим, что нам нужно заблокировать, точнее про инвентаризировать конкретную ячейку или конкретный проход, тогда они блокируются. А если у нас в ячейке микс и подтверждено только какое-то конкретное количество, то тогда она не блокируется. Да, как-то сумбурно ответил. Ну, в смысле так? Ну, условно говоря, если у нас задача на инвентаризацию конкретного товара в конкретной ячейке, то блокируется именно этот товар. Если мы хотим проинвентаризировать конкретное место, то блокируется тот товар, который по системе должен там лежать. А уже после инвентаризации кладовщик фиксирует факт, и этот факт уже становится снова доступным. Коллеги, если вопросов больше нет, мы хотели бы откланяться.